Добрый день дорогие друзья вы на канале питомника Марии Мистик сегодня 27 января 2020 года и деткам Юлечке нашей красотки нашего красавца длинношерстного голубо-палевого министра через пару дней исполняется один месяц 30 дней будем делать индивидуальные видео о каждом малыше будем показывать поближе поподробнее а сегодня сразу хочу извиниться за качество записи мы юлечку отселили от ксюшеньки потому что мамочки стали ругаться из-за малышей малыши стали выходить из манежика ходить по комнате встречаться общаться а мамочки в этом возрасте трепетно относятся к своим ребяткам начинают их охранять и защищать от других щеночков и получается у них драки между мамочками получаются щеночки то они хорошо друг друга воспринимают так или иначе им скоро придется жить вместе и расти вместе но на сегодняшний момент юлечку переселили в другую комнату а здесь не очень хорошее освещение поэтому снимаю с подсветкой и если кого-то интересует то вот именно окрас этих деток приглашаем кто не подписан подписаться на канал нашего питомника потому что будем делать когда индивидуальные видео я уже постараюсь сделать видео при хорошем освещении для того чтобы по максимуму по возможности передать тот окрас который есть на самом деле они скажем фото видео камерой и освещением и подсветочкой и еще вот тема этого видео это ответы на вопросы моих подписчиков и комментарии скажем так вот вчерашним видео про та из подрощенную девочку чихуа которые сейчас ищем новый дом вчера читала некоторые комментарии кто-то считает что если щенок подрощен то его надо отдавать либо даром либо выбрасывать на помойку либо как бы так скажем такие щенки вот такой комментарий вчера был что вот много объявлений где подрощенные щенки продаются дешево или отдаются даром или вообще выбрасываются на помойку таких комментаторов на своем канале я естественно блокирую пусть они сами идут на помойку вместе со своим мнением объясню почему если менталитет человека такой который готов идти на помойку искать там породистую собаку которую кто-то выкинул по причине того что она ему надоело возможно там они одежду себе ищут и продукты пропитания также кто-то что-то поносил кому-то что-то надоело пошли выкинули на помойку ни один здравомыслящий человек так не поступит поэтому каждый имеет право на свое мнение на свои действия и поступки ходите по помойкам собирайте там себе одежду еду и ищите там породистых животных в жизни бывает всякое все мои люди все мы живые люди и все мы гости на этой планете давайте не будем судить кого-то и не равняйте по своим меркам не каждый готов себе подбирать что-либо с помойки тащить к себе в дом каждого свои понятия и пусть каждый останется при своем что называется на тему того что подрощенные щенки должны продаваться дешевле или продаются дешевле кто-то где-то видел такие объявления да такое существует мы как раз на эту тему разговаривали в видео прикус там залом хвоста цена таких щенков дешевле да дешевле вот именно с такими же недостатками браками дефектами некоторых подрощенных щенков продают дешевле в силу того что в момент порода чихуа очень сложная скажем так скажем вообще в целом в разведении и в этой породе случаются не только врожденные дефекты недостатки которые видны сразу есть такие вещи когда в процессе роста и развития малыша который был идеально скажем так выглядел на момент продажи на возраст к примеру полтора два три месяца после смены зубов у него может меняться прикус так как я уже рассказывала нижняя челюсть у собак вообще в целом состоит из двух костей когда собака растет она развивается у нее все растет и бывает не обязательно такой дефект прикуса как недокус или перекус когда нижняя челюсть либо вперед либо назад от верхней состоит бывает перекос перекос это когда нижняя челюсть правая косточка выросла нормально например стоит на месте и у вас прикус у собачки с одного бока челюсти идеальный правильный ножницеобразный или прямой как разрешено у породы чихуа а с другой стороны нижняя челюсть этой же собачки недоразвита она короче и у вас например с левой стороны идет перекос челюсти и прикус является неправильным в такой ситуации значит либо мы ждем подращиваем если щенок действительно перспективный если мы видим что собака достойная но в момент роста и развития на щенке у которого все было здорово появляются какие-то отклонения заводчик может себе позволить если он может себе это позволит сделать подрастить этого щенка до определенного возраста и после окончания смены всех зубов и прикуса уже проверить что там на самом деле вернулся прикус на свое место или не вернулся и продавая подрощенного щенка заводчик уже может что-то вам гарантировать если щенку 6 7 8 месяцев это уже окончательный вес и размер собачки это важно для тех людей кто ищет определенного веса и размера собачку породы чихуа кто-то хочет миника кто-то наоборот хочет стандарт я уже неоднократно рассказывала в своих видео что даже я как заводчик заинтересованный в том чтобы собачка выросла стандартный и чем крупнее вот мне от двух до трех килограмм ближе к трем мне более интересно чем собачка два килограмма или кило восемьсот я уже рассказывала что даже оставляя себе своих собственных щенков своего разведения не всегда они дорастают они имеют перспективу они имеют потенциал но в момент роста и развития вдруг раз и все и понимаете не растет и может быть и и вес хороший размер маленький поэтому покупая подрущенного щенка вы уже более гарантированно подходите к выбору кто-то интересуется не все же интересуются сбором всего ненужного с помоек кто-то реально собирается заниматься племенным разведением кто-то интересуется выставками и выбирает себе собаку с выставочной перспективой в щенке вот такого возраста мы можем только гарантировать ну не гарантировать а просто показывать что мы имеем на сегодняшний день что у нас на сегодняшний день зубами какого формата например собачка ну костячок пример он там не изменится да толстого толщина лапочки но когда я уже рассказывал неоднократно щеночек растет любой породы собачка растет именно так сначала высоту потом в длину в один месяц она коротенькая на длинных лапочках в другой месяц она длинненькая как таксочка например и когда заканчивается период активного роста и развития собачки мы не можем предсказать какого формата это собака станет я уже на эту тему тоже много рассказывала вот мамочка этих деток юлечка идеально соответствующая стандарту породы собачка то есть у нее все в порядке с соотношением скажем так высоты лапки к высоте в холке собачка стандартная широкой спиной вот смотрите она уже месяц кормит деток если у собаки есть костяк она не толстая она широкая вот у меня тоже многие комментировали на видео у вас толстые собаки ребят не толстый вот она откормила детей месяц она худая это костью не такая понимаете это не жир чихуа должна чихуа не той терьер читала тоже комментарии под видео что это за чихуа в два месяца щенок весит 500 грамм мой той терьер весит килограмм той терьеры чихуа это разные породы той терьер собачка на тонких длинных лапочках про чихуа я уже объясняла миник и стандарт в породе чихуа могут быть по весу и по размеру если юлечка у нас с хорошим костяком широкая грудь широкая спина толстые недлинные лапки юлечка весит 3 килограмма в холке юлечка 20 сантиметров собачка породы чихуа со слабым костячком на длинных лапках с узкой грудью конечно навесить будет мало но в холке на при этом может быть 28 сантиметров я про это также уже рассказывала неоднократно но возможно нас смотрят конечно не только подписчики моего канала но и гости нашего канала или возможно кто-то недавно подписался на канал нашего питомника на канале нашего питомника очень много видео с ответами на часто задаваемые вопросы которые интересуют людей кто еще не имеет собачку возможно никогда еще не имел никакой породы собачку возможно у кого-то сейчас стоит вопрос выбора породы возможно кого-то интересует уже кто-то определился с выбором породы и хочет просто выбрать породы и удивлен почему такие разные цены на одну и ту же породу и в интернете много всяких например объявлений вот как мне вчера писали в комментарии идите на авито посмотрите сколько их там отдают даром и так же могу ответить идите на авито и посмотрите на собак взрослых которых в авито предлагают кобелей для племенного разведения и пишут мы такой красивый мы такой клёвый вяжемся за спасибо или там за тысячу рублей или там просто ищем невесту за бесплатно да еще и сами готовы приплатить посмотрите как они выглядят если кто-то из вас совсем ничего не понимает в породе сравните с соседним объявлением в котором например предлагается для лязок кобель чемпион данной породы и сумма завязку стоит уже в районе 15 тысяч просто сравните это совершенно внешне разные животные поэтому право выбора каждого человека кто что себе готов мы завести кто что ищет тут уже решать вам хотите вы животное здоровое хотите вы животное породистая а здоровое животное и правильный экстерьер породное животное это как многие считают мне не для выставок не для себя мне лишь бы здоровенькая так вот экстерьер породы я уже тоже много раз на эту тему отвечала это и есть здоровье вашей собаки если у собаки провислая спина горбатая спина выпуклая поясница а каком здоровье может быть идти разговор при кривом позвоночнике ну решать вам что вы себе хотите в дом завести так как ситуации в жизни бывают разные бывает молодые совершенно люди покидают этот мир по причине серьезных заболеваний онкология иногда случаи бывают аварии люди погибают и бывает погибают и владельцы питомников так вот я ни разу не видела за свою практику более 35 лет в кинологии чтоб когда что-то такое криминальное в жизни происходило чтоб из питомника собачек отдавали бесплатно или выбрасывали на помойку речь не идет о разведенцев где вот таких по рублю накупили в авито повязали и да вот таким собакам такое отношение надоели поиграли где-то она написала где-то она погрызла вот она и выкинуто будет на помойку вот такими людьми вот такая собака люди все разные поэтому не надо судить только о себе например мое отношение к моей собаке и отношение другого человека у какого-то человека собака должна быть собакой она должна свое место знать ни в коем случае не пущу на кровать сколько людей столько и мнений каждый имеет право на свое мнение но ни один как бы уважающий себя заводчика серьезный питомник своих собак никогда жизни не выкинет на помойку и не отдаст даром вот так вот каким-то там людям комментатором с ютуба собаки продаются отдаются бесплатно родственникам друзьям близким людям с какой стати каким-то посторонним людям я хочу себе щеночка но у меня нет денег нет денег ни в коем случае ни один заводчик уважающий себя и свой труд не отдаст свое животное туда где ему не смогут обеспечить достойный уровень содержания ухода и питания а про цены у кого дешевле у кого дороже но ребята попробуйте попробуйте заняться разведением добиться результата чтобы у вас получился щенок качественный тогда у вас тоже щенки будут стоить дорого и все будут хотеть их приобретать если вы просто оба тяп-ляп пошли купили дешевого щенка или он подобрали похожего на породу на помойке повязали его с таким же ну и что же завидовать то теперь что у кого-то щенки породистые дорогие а у кого-то в по 5 копеек поэтому я думаю я ответила на вопрос какой стати должны щенки породистые подрощенные и даже взрослые собаки отдаваться кому-то даром не говоря уже о том что их нужно выбрасывать на помойку ну бог вам судья кто хочет то есть так поступать выбрасывать на помойку попробуйте взять грех на свою душу вот так сладко ребятки кушают вот такие вот лепешечки с этими малышами мы с вами увидимся буквально через два дня 29 января 2020 года ребяткам исполнится один месяц и мы будем делать индивидуальные видео о каждом щеночки и постараемся сделать с хорошим освещением чтобы получше передать их окрас поэтому кто не подписан на наш канал приглашаем подписаться кто подписан оставайтесь нами до новых видео и до новых встреч на канале питомника марине стик здоровья вам и вашим питомцам